Радулов туда за ворота. Шипачок. Ой, классно как! И мега спасение Тружкова! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Рады вас приветствовать! Очередной игровой день континентальной хоккейной лиги манит нас огромным количеством классных игр. И одна из них сегодня, безусловно, пройдет в Казани. Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Все готово к началу этой встречи. Акбарс завершил гостевую серию поражением от Сочи, но Лада подошла к этой игре серии из двух побед подряд. Наверное, все-таки казанцы тоже понимают, что далеко не основной состав сейчас у Лады. Но посмотрите, какие моменты! И сейчас супер шанс был у Астапа Сафина открыть счет матча. Зрячий бросал в ближний угол и, на мой взгляд, Сафин один из лучших хоккейс в составе Лады. Да, хотя не так давно удалось забить как раз в большинстве предпоследней встречи. Ну и сегодня вот в этой смене уже два хороших момента только у Горлицкого было. Сейчас дальний бросок. Тружков спасает. А здесь неприятный рикошет. Горлицкий пытался на пятак отправить эту шайбу. Но там вот сейчас продолжается атака. Радулов. И разыграли до верного казанцы! И браво Тружков! И если первые буквально минуты были за Ладой, то сейчас все больше и больше мы видим Акбарс в атаке. Но и Лада все равно огрызается, как вот в этом моменте, например. И вот сейчас эта атака может в позиционную вполне перейти. И опять прям в девятку шла шайба. И вновь где-то в район плеча Белялову она попадает. Перешла она уже в позиционную. Лямкин. Барбер! Бросок! Лямкин с пятака! Ой-ой-ой! Вот это моментище! Браво! Александр Тружков! Продолжает казанцы атаковать. И здесь опять Лукоянов. Их! Хороший бросок Кателевского. Еще момент у 92-го номера Тружков. Как здорово подвыкатился и сократил угол обстрела. Но вот и остальные тройки нападения Акбарса стали просыпаться. Таскают пока шайбу по борту казанцы. Свечников. Не хочет с ней расставаться. Так и что тут? В итоге на пятаке заварушка какая! Так и здесь Барбер с Егором Бабенко. Да, боролись за позицию. Паз за ворота. Здесь Шипачев. 5 секунд! Передача! Заметал Старшайба, но нету. Нету вот этого завершающего броска и все. Лада отбилась в концовке этого первого периода. Прокомментирую первый период. Вообще, насколько у Акбарса он получился? Ну, я считаю, неплохой период. В принципе, достаточное количество времени провели в чужой зоне. Но остались без заброшенных шайб. Поэтому есть в чем добавлять. И я думаю, сейчас отдохнем и выйдем на второй-третий период. Сложно раду. Но Дорядинцев все-таки в среднюю зону шайбу уводит. Да еще как удачно. И вот он момент для Сафина. Ну и момент от Остапа Сафина. Действительно близок. Близок он был к тому, чтобы очередную свою 13-ю уже шайбу забросить. Но посмотрите, как в закраску далеко выкатился Белялов под этот бросок. Так, ну и вот здесь опять контратака. Может быть с численным преимуществом. Догоняющий момент Ружков. Уй, какой шанс у Радулова. Там, кстати, вот если бы шайба оказалась в воротах от конька, ее бы, наверное, засчитали. Сто процентов. Потому что не было движения ногой Радулова. Кажется, что он вроде недалеко. Но когда разворачиваешься... Хороший момент. А сейчас Семенов отдал, открылся. Прям классика. Но с одной стороны по статусу этим ребятам положено. А с другой счет пока такой, что тут не до красоты. Ой, классно как прошли. Забили казанцы. Никита Дыняк. 1-0. Но вот все-таки это преимущество воплотилось в заброшенную шайбу. У Акбарса четвертый гол Никиты Дыняка в этом сезоне за Акбарс. Было ощущение, что назревает гол. На что тут можно взять запрос? На предмет положения вне игры. Но вряд ли там Дыняк с шайбой входил в зону. Даже не знаю. А, вот чем дело. Понятно. Это он так прыгнул, когда праздновал, что-то стекло разбил. По-моему, туда. По-моему, туда. Так, вот, давайте смотреть. Опа! Ну, вот такая команда, которая вот может перестроиться по ходу игры. Это тоже такое вот очень важное качество команды Олега Барташа. Опа! Вот и 1-1. А вот и 1-1 то, о чем мы говорили. Быстрый ответ Лады. И к вопросу о том, кому нужнее была эта пауза. Тольяттинцы переварили все, да? Отдохнули и очень быстро забросили свою первую шайбу в этой встрече. Марченко. Ну и здесь шайба остается в зоне. На пятак здорово. Добивание. Гол! И это Лукаянов и его фирменный жест. Доработали там казанцы под воротами этот момент. Опять четвертое звено Акбарса. Мы говорили с тобой о том, что первая тройка звена Шипачева постоянно что-то изобретает. Ты, может быть, лишнюю передачу ищет. А вот эти ребята, они играют от простоты. Продолжается атака. Голубок туда за ворота. Шипачев. Ой, классно как! И мега спасение Тружкова дважды. Бросал Когарлицкий. И, конечно, добивание тоже было мега опасное. Давайте смотреть. Вот раз, два. И ай да Саша Тружков. Вот тут и Когарлицкого можно похвалить за то, что не выключился после первого броска. Потому что отличный сезон проводят. Обычно говорят, Голды берут свое. Но в случае с Когарышевым не берут. Ух ты! В штангу шайбы попадает после броска у Табармакяна. Сафонов успел все-таки делать передачу. Ляркин и пятак. Красивое подправление. И Тружков от удаления будет у нас сейчас. Но тут такой вынужденный фолл. Потому что свалились в угол два хоккеиста Акбарса. Последняя минута уже пошла Радулов. На ближнюю штангу. И здесь Шипачев. И она все-таки запрыгивает туда. 3-1 Акбарс. Третий матч подряд Акбарс забивает. А в большинстве, может быть, не самый красивый гол. Но очень важный по такому матчу. Мы видим, что Акбарс вроде бы доминирует. Но Лада все равно имеет хорошие моменты. И была близка. Как и сейчас тоже казанцы очень быстро его реализовали. Меньше 20 секунд потребовалось на розыгрыш. Еще одно удаление будет у Лады. Вот это да. Вот эта концовка не очень приятная. Для команды Олега Браташа. И все. Звучит сирена об окончании второго периода. И третью 20-минутку получается. Тольяттинцы начнут в четвером против пятерки Акбарс. Жень, целая группа лидеров сегодня у вас не играет. Вот как это влияет на команду вообще и на игру в целом? Да у нас все, можно сказать, лидеры в команде. Как бы все готовы играть, хотят играть и выигрывать. Так что стараемся. Ну, где-то, наверное, голов не хватает нам. Вот в этом, наверное, тяжеловато. Заброшенная шайба после длинной паузы. Помогла ли вам получать паузы? Сложно сказать. Ну, значит, да, разобили сразу же. Значит, помогла. Первые 35 секунд отобронялись тольяттинцы. Какой проход. И это гол! Айда Мичел Мин. Айда Мичел Миллер. Вот это да. Как он это сделал? И второе большинство. Акбарс, который удалось реализовать, пока стопроцентная реализация по матчу. Но гол такой немного нетипичный для большинства. Потому что Миллер все сделал сам. С одной стороны игра идет. Зачем что-то менять? Ух ты! Вот это, посмотрите, обводка какая. Очень жесткий парень. Большой защитник. Он в Всероссийской хоккейной лиге так играл. Ну вот, я говорю, его надо видеть. И если он в тебя попадает, то это всегда печально заканчивается. Шипачев за воротами. Излюбленная позиция. Шипачев. Ой, здорово! И Кагарлинский и Дубаль. И ведь нельзя сказать, что прям супер у него бросок получился, но расстрелял в упор. 5-1. Когда ты попадаешь в касание с пятака, то даже если бросок не получается в воротаре, очень сложно среагировать. Попугаев есть тоже парень, который может завершить. Ух ты! Классная какая передача! И Белялов выручает. Да, вот здесь был, конечно, шанс на то, чтобы забить. Здорово, как Попугаев на лету шайбу останавливает. И вот здесь ошибка! И все-таки сегодня, может быть, и заслужил Астап Сафин гол. И еще какой опасный бросок! Да, не везет тольяттинцам сейчас в завершающей стадии. Ну, совсем немного времени есть у Лады. Надо прям выигрывать в бросовании, быстро что-то разыгрывать. Так, с первым справились. В бросовании выиграли. Алтебромакян смещается в центр, пытается бросить. Последние секунды этого матча. И в итоге все-таки 5-1. 5-1 такой у нас счет. И самым надежным игроком, друзья, этого матча по голосованию вас, дорогие друзья, болельщиков, становится Тимур Белялов. Вот он, самый надежный игрок. Ну, так и даже с красивой победой вас. Что сегодня вам удалось? Почему столько обилия голов? Ну, в общем-то, в первую очередь, то, что ребята хорошо играли и без шайбы, и с шайбой. Очень здорово прессинговали соперника. Доставляли ошибаться. Моментов создали очень много. Вот. Ну, молодцы. 5 шайб сегодня. Болельщики сегодня все отметили, что игра была очень смотрибельная. Вот, на ваш взгляд, именно качество игры вам понравилось сегодня? Мне все понравилось сегодня. Можно ли говорить, что вот обидное поражение прошлое, оно стало таким триггером для сегодняшнего матча? Ну, мы серьезно разговаривали на эту тему. Безусловно. Потому что та игра была не очень красивая. И ребята правильно подняли, подготовились хорошо. Ну, и главный, наверное, вопрос. Ждать ли нам продолжение голевого банкета в следующем матче? А так, Барс? Не понял вопроса. Голевой феерии такой же ждать нам в следующем матче? Не знаю, будем готовиться. Спасибо, успехов.